Помогают развиваться. И что? И что происходит в результате? Вот как эти дети, дети Маугли. Кем они становятся? Волчатыми такими, да? Такими животными? Они что, сами выбирают? Нет. Нет. Это не судьба. Это судьба. Чем случай от судьбы отличается? Понимаете? Ну, случай может быть частным случаем судьбы, да? То есть, неважно сейчас, мы просто правильно сейчас закончим. Неважно, есть ли в этом какой-то замысел, но это случилось не по его желанию. Поэтому Жан-Поль Сарт пишет так, то есть, этот самый Альбер Камюн, что, разумеется... Так, что за шум? А драки нет. Разумеется, ошибочно утверждать, что в жизни есть постоянный выбор, но верно и то, что невозможно вообразить жизнь, лишенную всякого выбора. Вот такой ответ дается. Выбирать можно все, что угодно, если речь идет о свободе решать. Поэтому свобода – главная ценность и основание всех ценностей. Ну вот, в этом смысл вообще всей европейской культуры, европейской цивилизации. Вот. Быть свободным – значит быть самим собой, не думать и не поступать так, как поступают и думают другие. Вот, понимаете? Вот, если один там как-то себя ведет, то вы абсолютно не обязаны следовать его примеру. И чем разительнее вы будете отличаться от него, тем это будет больше свидетельствовать о вашей свободе. То есть, когда все бегут на виселицу или куда-то там стадом на заклание, то свободный человек не бежит туда. Ну, короче говоря, не быть как все. Выделяться из этой серой массы. И, да, и понимаете, что вот человек, вот люди живут в крупных городах, да, и на них вот эта вот городская культура, она оказывает очень сильное воздействие. А из чего она состоит? Она состоит из средств массовой информации, да. Которые ангажированы, как правило, и которые имеют целью манипулировать сознанием людей. Вот. Они теряют свою неповторимую индивидуальность и свободу, которая начинается по ту сторону социальной сферы в духовной жизни личности. Понимаете, вот по ту сторону социальной сферы. Понимаете, это великая вещь асоциальность. Великая вещь маргинальность. Да. Потому что там человек, так человек обретает свою свободу и себя самого. Когда он уже не в общем потоке, а сам по себе. Ну, давайте теперь о свободе немножко скажем. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, экзистенциалисты здесь повторяют стойков. В том, что у человека всегда остается свобода. И в крайнем случае, свобода умереть. Вот. Хотя сейчас, учитывая появление психотропных средств и иных способов воздействия на индивида, это уже и не так. Понимаете? То есть, в принципе, свобода умереть, она тоже как-то, как-то в ней, в ней тоже отказанная. И она тоже сведена на нет. Вот. Поэтому человек действительно становится таким полным рабом. Ну, и человек, ну, действительно, обречен быть свободным, если нет Бога, который руководил бы его поступками. И нет объективных законов, которым бы он подчинялся. В отличие от Ницше, экзистенциалисты признают свободу не только для себя, но для всех людей. Это абсолютная свобода в том смысле, что нет ничего над человеком, что определяло бы его поведение. Вот я абсолютно разделяю ценности свободы. Понимаете? Поэтому для меня, вот если бы я, допустим, преподавал, да, ну, так, то, я, относясь абсолютно свободно, я бы считал, что посещение вот этих занятий, оно не обязательно. Вот. То есть вы бы вполне могли самостоятельно осваивать все, да, а потом просто сдавать экзамены. Поэтому с моей точки зрения человек ведет себя дико, который здесь сидит и не, и которому это все не интересно и не нужно, но он здесь, но он здесь зачем-то сидит. Вот. Для меня это дико просто. И главное мешает другим еще. Послушайте. Вот. Поэтому, все-таки, так. Человек-эгоист, поэтому зло и борьба с другими людьми неизбежны. Используя военную терминологию, Сартер писал, я являюсь проектом отвоевания для себя моего бытия. И вот жизнь, как бы исходный плацдарм, с которого надо начинать битву за себя. Но это невозможно себе представить иначе, как путем присвоения мною себе свободы другого. Выходит, мой проект отвоевания, самого себя, есть по существу, проект поглощения другого. И, кстати говоря, об этом же писал, помните, Лермонтов в романе «Герой нашего времени», что дружба возможна при каких условиях? Что один, как бы, господство доминирует, а второй подчиняется. То есть, вот. Так же и в любви. Один любит, а другой позволяет себя любить. Кстати говоря, с точки зрения экзистенциалистов, единство с другим фактически неосуществимо. То есть, любовь вот в общепринятом смысле слова, да, которая является просто гармонией, да, какой-то симфонией двух людей, она невозможна. Таким образом, для любви нужен отказ от самого себя. В действительности же мы хотим овладеть именно свободой другого как таковой. Отсюда, кстати говоря, и чувство собственничества, да. Но это всем знакомо. Вот. Но человек не хочет властвовать над автоматом. Вот, кстати, послушайте о любви. Полное порабощение любимого существа убивает любовь любящего. Потому что он хочет владеть свободным человеком. Выхода из этого противоречия как будто нет. Но другой, знаменитый экзистенциалист Артека Игасет, высказал идею, что влюбляемся мы в чем-то близкого нам. И это способ узнать, кто мы. Скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, кто ты. Вот я хотел вас спросить, девушка, кого вы любите? Человека. Да. Какого человека? Вообще, в принципе, человека? Или человека в себе любите? А, точно. Всех? Нет, всех. Ну, расскажи ты, ну, что ты стесняешься всего? Мы все знаем. Как вы сказали, может, человек предстоит? О чем? Потому что о порабощении. А, полное порабощение любимого существа убивает любовь любящего. Ну, так, ради бога, пишите. Ну, я убиваю. Полное порабощение любимого существа убивает любовь любящего. Поэтому, и из-за чего все разводы? Из-за того, что кто-то согласен полностью подчиняться другому. Все отношения превращаются в какие-то механические, да, вот, роботоподобные. Вот этого не должно быть. Должен быть бунт. Вот я вас к чему и призываю сейчас. К тому, что бунт должен быть во всем. И, ну, он должен быть осознанным бунтом, и каким-то продуктивным, и созидательным. Знаете, то есть, принять все как есть, это значит, это, к чему это приведет? Это просто приведет к отживанию, умиранию, разложению. Вот, поэтому бунт, как основа жизни, он созидателен, потому что бунт, это нонконформизм, да, это некое умножение информации, это новизна. Новизна, прежде всего, которая позволяет по-новому взглянуть на все, в конце концов, понимаете, и способствует каким-то процессам, развитию. Дело в том, что мы с вами живем в беспроцессном обществе. Я это очень хорошо понимаю, хотя мы все там ходим куда-то, да, что-то учимся, но общество беспроцессно, на самом деле, потому что все, что с нами происходит, это, знаете, ну, а? Чего? Это все-таки, это все-таки какой-то, какой-то, какой-то палеотив, что-то вот среднее. Какая-то полумера. Максим, пожалуйста, вы видите? Да, да, да. Ну вот, смотрите, сейчас уже мы, уже близки к финалу. В конце всякой свободы нас ждет кара. Вот почему свобода тяжелая ноша. Да, потому что нет ни Бога, ни дьявола. И именно человек ответственен за себя и мир. Как на свободу человек осужден на ответственность и вину за свои грехи. Понимаете, вот это очень-очень важное понятие ответственности, да? Человек отвечает за себя и за мир, в котором он живет. Поэтому вина за то зло, которое происходит, творится в мире, лежит на нас с вами. Вот, вот, месседж экзистенциалистов. Ну, месседж знаете, что такое месседж? Общение. Да, да, да. Послание. Послание. Вот, ну и под конец хочется сказать еще кое о чем. Давайте о Фроме скажем, о моделях поведения. Фром развил представление о двух моделях поведения, выбираемых индивидом. Или он идет по пути приобретательства, стараясь заполучить как можно больше вещей в свою собственность. Да, но вы чувствуете это путь, который выбрало большинство населения западных стран, названных потребительским обществом. Я, знаете, я вот об этом говорю без всякого негатива, между прочим, потому что я бываю ежегодно в Европе, и не по одному разу, и вот в октябре я еду в Германию. Понимаете, там общество потребления действительно, но этим все не заканчивается. Там есть и общество другого типа. В Париже был. В Париже был. Но я потом расскажу, если надо. Так вот, или он совершенствует заложенные в каждом способности. Это вторая модель поведения. То есть, либо приобретать, либо совершенствовать заложенные в нас способности. То есть, по сути дела, заниматься самосовершенствованием, вылащиванием себя, самообразованием и так далее, и так далее. И вот если этим заниматься, то вам откроется безграничный мир внутри вас. Вы будете испытывать огромное удовольствие от интеллектуальной деятельности. Понимаете, это просто, это действительно удовольствие огромное. Оно даже может быть сопоставимо с какими-то сексуальными переживаниями. Иметь или быть назвал Фром эту дилемму. Человек идет по пути потребительства, когда не осознает свое глубинное стремление стать полноценной личностью. Вторая по Фрому основная дилемма между ложным единством в тоталитарном обществе, в котором свобода каждого подавляется истинным единством через любовь. Задача таким образом состоит в том, чтобы на смену агрессивному потребительскому отношению к миру пришло отношение любовно-творческое. То есть тоталитарные общества, они действительно каким-то образом дают реализоваться вот этой потребности в единении с другими. Но это все-таки нечто, понимаете, искусственное такое. И, кстати говоря, вот этим объясняется такой рост фашизма и нацизма, а в нашей стране коммунизма. То есть есть вот эта вот экзистенциальная потребность людей ощущать единение, единство друг с другом. Кстати говоря, вот эти футбольные фанаты, да, это тоже проявление этого стремления. Но понимаете, на каких основах это все. И все-таки это подмена вот того самого любовно-творческого отношения к миру. Любовно-творческое отношение. То есть мир надо любить и творить его. И напоследок я скажу вот о насилии. Значит, созидание жизни означает трансцендирование своего статуса как тварного существа. То есть что это значит? То есть отчуждение собственной экзистенции, себя, да. То есть проявление себя вовне своих мыслей, своих чувств, своих переживаний. Вот я такой, да. Принимайте меня таким, какой я есть. Вот это вот есть. Разрушение жизни также означает ее трансцендирование и избавление от невыносимых страданий полной пассивности. Понимаете, человек, вот вы даже, вы, вы, вот, вот некоторым из вас здесь не интересно, но для чего-то вы сидите, да. Но вы не можете пассивными оставаться. Понимаете, страдание полной пассивности. Все равно происходит какая-то движуха, да, там, что-то делается, какие-то там, ну, абсурдные с позиции внешнего наблюдателя вещи, да. Но вот это тоже проявление, видите, это живая философия. И страдание полной пассивности. Человек все-таки активен, и в этом надежда. Но вот эта активность должна быть направлена в правильное русло. А это уже, это сверхзадача. Созидание жизни требует известных свойств, которые отсутствуют у импотентного человека. Разрушение жизни требует только одного, вот вдумайтесь, применение насилия. То есть разрушить очень легко, ума много не надо. Импотенту нужно только обладать револьвером, ножом или физической силой, и он может трансцендировать жизнь, разрушая ее в других или в самом себе. Таким образом, он мстит жизни за то, что она его обидела. Это насилие калеки, насилие человека, у которого жизнь отняла способность позитивно проявлять свои специфические человеческие силы. Они должны разрушать именно потому, что они люди, ибо быть человеком означает трансцендировать свою тварность. Представляете, какая подмена происходит. Не трансцендировать невозможно, но что трансцендировать свою вот эту вот, ну вот обделенность какую-то, закомплексованность, хотя это страшно. Единственное лекарство против этого увеличение творческого потенциала, развитие способности человека продуктивно использовать свои силы. Вот это цель образования, которая так не формулируется сегодня, к сожалению. То есть, человеку надо помочь увеличить его творческий потенциал, заложенный с самого рождения. Ребенок-демиург, ребенок-творец. И затем развить способности человека продуктивно использовать свои силы. А я бы сказал еще и дать возможность это использовать, создать возможности для самореализации человека, чего в нашей стране, к сожалению, нет. Ну и наконец, основной вывод искусства любить Фрома, что любовь является единственным здравым и адекватным решением проблемы человеческого существования. Поэтому всякое общество, которое так или иначе ограничивает развитие любви, неизбежно рано или поздно погибнет, придя в противоречие с основными потребностями человеческой природы. У нас создано условие для того, чтобы мы ненавидели друг друга, но для того, чтобы любили, условий нет. Поэтому наше общество, оно обречено на развал, понимаете? Скоро не будет России-то. Вот в чем дело. И я не знаю, в каком государстве мы будем жить. Потому что сегодня идет война всех против всех. В других государствах есть. Возьмите Швецию. Да, всю Северную Европу. Очень хорошие условия. Это может быть нам кажется только со стороны? Ну нет, ну нет ничего идеального, конечно. Ну нет ничего идеального, понятно. Но есть приближение к идеалу. Есть... Есть... Там, ну там... Там, видите, масса проблем тоже сейчас. Очень много проблем. Но там... Что мне нравится? Это очень свободная страна. Я вам расскажу историю. Я был в США. И вот... Там я был в нескольких штатах. В пяти, по-моему. И вот я оказался в Калифорнии. И рано утром я вышел на улицу прогуляться. Иду, иду себе там... Поднимаюсь по улочкам наверх. И вдруг... Передо мной вырастает вообще какого-то невообразимого вида человека. У него паклие заметно посредевших волос до плеч. На голове какой-то невообразимый головной убор. Ну, это трудно назвать шапкой. Там вот что-то такое. Значит, шорты, рваные кеды. Пацифик висит. Вот. А вместо брюк и рубашки женское нижнее белье. Вот ее. Ну, да. Нет, это не грант. Поверх шорт. Там тебе не одежда. Вот это самое. Надето все, да. Что это спорта? Поиграл спорта? Скорее, это премьер. С факультета физической культуры, да? КГПУ, да, нет. Случайно там оказался. Что-то я среди вас таких эпатажных людей не заметил. Ничего себе нет. Вот. И я вот смотрю на него, да. Он меня здорово поразил, умножил мою радость. Я вспомнил, чем знаменит Сан-Франциско. Там, там, ну, это штат Калифорния, да. Сан-Франциско знаменит тем, что там зародилось движение хиппи и битников. И там же, и вот я уже потом побывал в том месте, в том доме, где собирались Кэссиди, Берроуз, Керуак. И там сейчас находится книжный магазин. Вот. Ну, короче говоря, вот кто это? Вот этот. Этот человек. Человек, который... Кто это? Сумасшедший городской? Или человек, который на всю жизнь сохранил идеалы молодости. Идеалы мира и нон-конформизма. Я уже один ходил. Это хиппи. Хиппи. Это же, конечно, не модно. Слава за этим. Ну, я понимаю. Но вы понимаете, что вот это вот свобода. Вот человек может так ходить. Так как вы думаете, это свободное общество? Он же душевно больной. Но он же ходит свободно, даже если он душевно больной. Его уже никуда не забирают. Ему нечего одеть. Там очень много свободных людей. Действительно, свободная экономика. И... И около белого дома там все время пикеты ведут. Вот когда я был там... Против... Очень понравилось. Ну, конечно, из окна автобуса все здорово. Да. Не только. Но и архитектура мне понравилась, безусловно. И общение с людьми мне понравилось. И... И... И Париж очень хороший. В Париже я жил на Монмартре. Рядом с Сакркер церковью. Ооо, Луври. Да, да, да. Конечно, Луври был. Луври был. И больше всего меня там поразило, конечно, Монолиза. У меня, наверное, полчаса стоило. Она закрыта очень толстым стеклом. Пуленепробиваемым. Мне вот так вот близко не подойти. Там два охранника стоят. Вот. Ну и много чего другого. Там очень много диковинок в Лувре. Давай. Да, вопрос. Можно выйти? Все уже, да? Да. Или что? Еще сколько времени? Все. Вы сговоры с тобой пойдете? Нет, ну а так, сколько времени? Я 5 минут устала. Да, осталось 5 минут? Нет, ну честно. Нет, конечно, да. Ну сколько осталось? Да. Виктор, что вы не стыдно обманывая преподаватель. Осталось 15 минут. Так, ребята. Ты даже не стыдно обманывая преподаватель. А? Не стыдно обманывая преподаватель. Нет, так ради бога. Нет, ну ребята, я же вам сразу сказал, что вы можете идти просто. Даже если бы никто не пришел на лекцию, я бы... Я бы не стыдно обманывая преподаватель. Ему будет тази или нет. 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 Я вот так устроен, что если вы приходите, значит, вам интересно. Если вам что-то неинтересно, вы мне должны об этом сказать. Да? Да. вы не хотите ходить, ну не хотите, а самое, если бы вам это не нужно было, то все, идите на все четыре стороны, то есть полная свобода, понимаете, вам сдавать экзамен, вам жить, вам учиться, эти лекции я очень рад, если они вам как-то вас продвинули, но в принципе вы можете открыть книги и почитать все, правильно же, то есть все, еще вопросы есть, давайте вопросы, что понравилось, что не понравилось, да давайте ваши комментарии, что понравилось, а? у меня к вам просьба, вы бы какой-то фидбэк, какая-то обратная связь, вы можете что-нибудь мне сказать вот о моих выступлениях сегодня, я все-таки целый день работаю, мне или критика, или похвала до зареза нужны просто, вот, ну знаете, чтобы не в пустоту, давай, вот честно так, что думаете, вот, есть преподаватели, которые вот там напрягаются, своими речами, а вы так спокойно, так, непрерывно все рассказали, все все, ну вы тоже не напрягались особо так, чтобы слушали, но понимаете, вот то, что вы учитесь, это дело ваше судьбу, понимаете, я вот, да, это же, это же ваша, это ваша жизнь, вот так вот свела на судьба с вами, чисто случайно, ну ладно, более того, а ваше слово? Вот я могу честно сказать, мне не очень понравилось на семинаре то, что вы читали, и как бы очень тяжело такие слова сразу улапливать, вообще философия это сложный предмет, как-то, да, может, когда рассказывать и, может, даже своими словами там, просто, как бы, философии у нас немного еще было, и очень сложно некоторые предложения и слова понимать, поэтому, хорошо, но я просил меня останавливать, да, когда там что-то, или повторить, или прокомментировать, или потом, да, как-то вернуться к этому, то есть вы имели полное право меня остановить, и там где-то, вот, что еще не понравилось? да, до свидания, ставил 100 критическое мышление вы сейчас можете определить, кто личность, а кто нет, вы можете определить? ну, скажите, вот, до лекции и после лекции, вот, ваше представление о личности, как-то они вот изменились, вы стали, вот, ну, как-то распознавать личность, там, или, ну, сами как-то стали более зрелыми такими нет, просто критерии, наверное, по которым определяется личность, они просто увеличились были какие-то свои, и вот, с лекций и семинарами а какие прибавились? прибавились? да нет, ценности человеческие какие-то это тоже, ну, вот, как мы говорили на семинаре по ценности но, в принципе, вот, вы вот уловили, да, что личность, она, в принципе, это по большому счету позитивный момент, да и личность, это, понимаете, это вот цель, цель, цель эволюции да но бывают крайности, да вот это вот крайний эгоизм но так же, как и в любом деле вот, религия, там, да, она, ну, сама по себе, она же хороша, там прекрасные озарения, там, обряды, еще что-то, да но есть и фанатизм есть экстремизм есть религиозный терроризм это это ужасно, да это крайность то есть, понимаете нужно, конечно, развивать в себе личность но при этом как-то и вот с с другими не терять связь тоже да по возможности вот и личность, все-таки, должна подтягивать общество вот некая ответственность личности перед обществом ответственность за то, что происходит с нами вот я вот еще об этом пытался сказать на на материале вот этой самой экзистенциальной философии и так же показать вот негативную роль государства в том, что оно позволяет существовать таким вот паразитическим личностям неконструктивным абсолютно вот определенному классу презирающему людей это бюрократы в первую очередь это чиновники вот вот там пока еще не очень важно об этом о политике вот это же жизнь это 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 же устройство государственное вы думаете вот вы сюда пришли в вуз это что это же тоже государственная политика в области образования да 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 и качество всего это тоже это 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 где радио да там под столом ну это культурологии и трое сидел не знаю так очень ну скажем